Поповник, не искал я лёгкой дороги, шёл, поблагослови меня, Господи! Петеряночка! Петеряночка! И про эту петеряночку у неё частушки есть. И ещё в комнате напротив, где сейчас живут мои друзья, где уже и сейчас очень хорошо. Местные люди, они как-то привыкли к красотам, они не понимают. В декабре 2012 года был крауссорсинговый проект в Москве в Делиноградском округе. Они символизируют одну из особенностей храма, архитектуры паруса. Вот эти треугольнички. И, как правило, на них отображались евангелисты. У нас остались и Лука, и Марк. Мы с тобой словно разные птицы. Что же нам делать на одном берегу? Может быть, я смогу возвратиться? Может быть, никогда не смогу. Так, чай будете пить? Давайте после. Мы только что пили. Мы и так тут с Березова дома. Понятно. Здесь же родина Рубцова. Соответственно, здесь всё должно быть тихо, спокойно. Алкоголь! Производим мы здесь палочки. А почему из берёзы? Именно это лучше всего подходит, да? Лучше всего ещё. Самая хорошая палочка из БУК, она у нас не растёт. Из осины можно, но из осины запах. По 50 ровно штук. А в каком месте палочка в свою форму приобретает? А вот здесь вот. Вот на фрезере. С круглением, да. А вот это, это там на начальном этапе, на ножи, эти специальные ножи, 750 тысяч в сутки. Ну, станки так-то капризные очень, но производительные. И, чувак, сколько стоит эта палочка? Та стоит 18, это 24 копейки. Одна палочка? Да. 24 копейки? Да. Много. Много. Это же, получается, 4 палочки рубль. Ну да, а что делать? Ну, по-моему, ничем. Есть привкус дерева. В этом месте, в селе, как оно там называется? Никольское. Никольское. Производит палочку деревянную. И мы сразу побежали на заправку, чтобы купить мороженое, которое делает компания Iceberry, которая как раз пользуется местной Никольской палочкой. Для того, чтобы напомнить себе, пахнет она или нет. Потому что у меня ощущение, что все мороженое на палочке говно, потому что когда ты выедаешь до палочки, у тебя вот, ты ел 15 минут, наслаждался, и потом в конце тебе просто вот последняя ложка говна. И зря, получается, зря мороженым наслаждался. Поэтому обычно я просто не доедаю вокруг палки, чтобы себя не разочаровывать. И сейчас мы проверим, как это здесь. Ну, она уже пахнет. Ты вот ее лицо покажи, пожалуйста, Катя. А что произошло, Катя? Давайте прям плохо. Ну, палочка имеет вкус дерева и запах дерева. Еще даже, когда я не доела мороженое, я чувствовала запах и привкус дерева. И сейчас вот она отразительно деревянная. А что, Саша, нравится, да? Вкус русской березы, понимаешь? Да, подожди палочку, ну да. Козлов кормит козлов. Белорусские шутки за 300? Я их должен. Квы разные писать, и перышком тетрадь. Учить в школе, учить в школе, учить в школе. Так, две ровненько. Затем три клеточки отступили, допустим, с правой стороны. Положили одну палочку. Затем отступили две клеточки вниз. Вторую палочку. И так далее. Всего шесть. И аккуратненько прикладываем. Так, чтобы сверху ничего не было видно. Намазываем палочки клеем. Смотрим, вот примерно два сантиметра. Не домазывайте. Если лишка, то подрезать. Да, ножницы у вас есть? Да, фотография не допустила. Так. Попримерили. Вот. Так. Чуть-чуть у вас подрезать с одного краешка. Так, на горизонтальной палочке нанесли. Мы только что в школе сделали фоторамки из говна и палок. Горница моей светлой Матушка возьмёт ведро. Молча принесёт воды. Молча принесёт воды. Молча принесёт воды. А, да, акция. А, да. А, да. Моляется. Мogography канализация. Конечно. Молча у нее самое интересное. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok